Всем привет! У меня сегодня рабочий был день. Как обычно, закончила рано очень. Ну, максимум до трёх часов. Работаем кто-то даже до двенадцати. Людей выводят много, а работы толком нет. И решила я попробовать поменять деньги. Мне очень нравится косметика фирмы MOLA. Это украинский бренд. И я, получается, иногда онлайн заказываю. Они отправляют эту косметику домой, на Днепр. А потом уже общая посылка. Или Саша мне отправляет. Или я вот приезжала, забирала то, что я заказывала. И как бы нужны всегда деньги на карточки гривна. А давно уже нету никаких особо поступлений. И вот сосед тут согласился мне поменять франки на гривны. Решила я снять деньги. Попробовать поменять так. Ну, думаю, что всё получится. А как вы находите выход, если вам нужна гривна и онлайн покупки в Украине? Как вы рассчитываетесь? Не знаю, что они так не любят голубей. Везде на СД вокзалах вот так вот поверху идут вот эти вот иглы. Если вам видны металлические, чтобы голуби там не садились. А если садились, то делалось им плохо. Я люблю собак таких пород. Это разновидность Акито, Шиба и Ну. В Цюрихе район Эрликона есть вот такая огромная библиотека. Тут очень большое здание. И оно в ту сторону ещё глубоко уходит. И подземное. И это у них такая библиотека. Там рядом книги. И люди ещё читают книги в бумажном виде. И видно, им здесь это нравится. Вот такой голубь сидит на одной лапе. ЖД вокзал. После этой травматизации плохо, конечно, видно. В Дюбендорфе есть вот такой старый-старый дом, который красный такой вот. И он постройки 1932. 24-го года. В Дюбендорфе В Дюбендорфе 24-го года. В Дюбендорфе Такие вот интересные кусты. Дикие. Растут тут. Цветут необычно как-то так. И внутри там, вот если видно вам, как оранжевый плод или что это такое. И он потом отпадает на землю. И на земле немного есть такой вот ягодки. Что это такое? Что это за кусты? Очень интересные. И рясно так он цветёт всё. И с той стороны тоже. Просто растёт само по себе. Плоды чем-то напоминают мини на вид апельсинки какие-то или мандаринки. Такие интересные какие-то ягодки. У нас я такого не видела. Сегодня было настроение. Просто взяла, накрасила глаза. Тушью, тенями. Не знаю, видно вам или нет. Сделала не сильно яркое такое. Просто захотелось попробовать то, что заказывала в Арифлейме. И чуть позже покажу вам. Если интересно, смотрите. Такая у нас сегодня погода. То немножко солнышко. То дождь идёт. Журчат ручьи активно. На горе там наверху все деревья уже жёлтые. А здесь ещё внизу. Как-то так вот осень незаметна. То, что наверху оно всё прям вот жёлтеет уже. Носятся поезда. Такая погода. Такая погода. Я уже вовсю топлю печку. Опять таскаю эти дрова. Дров не так много. Скоро надо будет опять заказывать дрова. У Аби всё прекрасно. Поспал, поел. В тепле погрелся. Правда, когда я на работе, то времени ей не хватает особо спать. Она всё делает какую-то шкоду. Находит мои вещи, где можно достать, открыть шкафчик. Линяет активно очень. Гуляем только теперь на поводке. Потому что ведёт себя безобразно. Бегает и за собаками, и за людьми. Скучно ей сидеть дома. Погода пока ещё позволяет. Не сильно холодно. То мы ходим гуляем. В броде. Кушаю тортик с фруктами. Может быть это вредно столько сладкого. И груша сладкая, и инжир. Хотелось кислого, но киви уж очень дорогие. Поэтому кушаю то, что подешевле. А торт просто бомба. На работе сейчас работы очень мало. Ещё понабирали много новых людей. И получается, ставят в основном всех новых работать. Чтобы они пока работы не так много научились. И до весны смогли научиться. Ну а мы выходим уже постольку поскольку. Очень тяжело. Уже стала подумывать, искать бы какую-то другую работу. Но как её найти? Где кого спрашивать. Может кто-то владеет какой-то информацией. Может поделиться. Я бы искала в сфере отелей каких-то. Уборки. Или готовки. Что-то такое вот. Везде всё наполнено. Воды полно. Рыбу периодически видно плавает. И большая, и не очень. Такая вот у нас погода. Ходят люди гуляют. С этими динозаврами со всеми. И школьники, и с садом. Толпами ходят. Ну как-то так вот. Много выходных. Денег не так много. По магазинам нет настроения ходить. Сегодня поеду за корзиной за пять франков ещё на вечер. Вот и цапелька пришла. Видно там рыбка какая-то есть. Здесь воды не так много, не так вот. Не такой водопад. Поехали. Пока есть свободное время, немного подучиваю язык. То в YouTube смотрю, то Duolingo, то где-то что-то такое изучаю, читаю, где есть какая-то информация. Вообще даже стала подумывать поискать через OLX онлайн репетитора. Возможно даже позаниматься онлайн. Может тогда получится найти какую-то работу больше на производстве и что-то поменять. В доме вот видно, как я накрасила глаза. Потому что до этого вообще на солнце ничего не видно было. Сейчас покажу, какие тени заказывала в Арифлейме. Такие и такие тени. Эти мне новые вот такие. Вообще только сегодня ними попробовала. Эти чуть раньше брала, но они мне тоже нравятся. Новая тушь такую заказала. У нее очень интересная щеточка с изгибом. Захотелось новый тональный крем. Такой Джердони Голд. Как я уже рассказывала, я живу в старом тут доме. И наш подъезд, всего в нем две квартиры. Моя и Ленна. Наверху есть какой-то типа чердак. Там и окна есть, но там нет ни туалета, ни ванны, ничего. И там как бы абсолютно нежилое помещение. Не для того, чтобы там можно было печку топить. Короче, там что-то такое хранилось для Ленны печки. Потому что у нее она масляная, на масле каком-то работает. И внизу у нас такой типа вот эти вот коморки, как это назвать, кладовки такие. Старые просто деревянные стены, перегородки. И насыпана щебенка. И на щебенке несколько стоит стеллажей. Один у меня, один у Лены. Висят наши бойлеры. И, короче говоря, я никогда туда не ходила. Ну, один раз только, когда заселялась, когда приезжала с людьми, которые мне помогали вещи перевозить, которые давно здесь живут в Швейцарии. И сегодня, ну, вернее, в течение недели я стала замечать, что периодически внизу там горит свет. Я его спускаюсь, выключаю, но не заходила туда. И у меня входная дверь такая стеклянная, прозрачная. Иногда такое было, что я ночью встаю в туалет, вижу, там свет горит. Тоже не понимала, что происходит. Думаю, ну, может, Лена ходила, кота там искала своего, забыла выключить или еще что-то такое. Вот какие-то мысли были. А сейчас вечером вернулась домой и наблюдаю картину. Там какой-то мужчина складывает вещи. Я немножко выпала в осадок. Оказывается, там нету двери с нашего подъезда в другой. То есть все подъезды внизу объединены. Везде стоят эти деревянные кладовки, которые нормально не закрываются там. Ну, был когда-то навесной замок, но я даже не знаю, сейчас есть он там или нет. Короче, он располагает свои вещи там, раскладывает. На вопрос, что вы здесь делаете, я вообще первый раз увидела. Он сказал, что, ну, я там живу, и у меня там пиздят вещи. Вот так вот его дословно слова. Как бы, ну, я понимаю, это не моя кладовка. Я за нее не отвечаю. Но сегодня в той кладовке, завтра дальше пойдут в мою кладовку. И чего-то меня это немного напрягло. И плюс это как раз под моей квартирой. Оно все слышно, все это. Если там какой-то движняк, то я даже разговоры эти все слышу. Точно так же они, наверное, слышат, что я тут рассказываю, говорю или там делаю. Ну, не знаю. Сегодня они там складывают вещи, завтра они там жить будут. И что там делают эти наши соседи, кого они пускают? Ну, я не знаю, что это за мужчина. И немного меня это напрягло. Короче, я несколько дней понаблюдаю, что будет происходить. Нет, напишу в соцслужбу. Потому что мне как бы этого мужчину жалко. Я понимаю, что это наш мужчина из Украины. И, может, ему сложно там квартиру снять и так далее. Но это как-то должно быть официально. Все равно у него должен быть какой-то социальный работник. Мне тоже очень сложно было найти квартиру. Но мне же как-то помогли хоть в этом старом доме с этими дровами. Но стали поручителями хоть этой квартиры, хоть как-то. Короче, я немного вступорю от этой ситуации. Сегодня корзина у меня была на 4 франка. Я взяла яблоки, виноград такой био, сливу. Одна, правда, была. Сыр. Три штучки взяла. Думаю, если что, на завтрак буду ехать в поезде кушать. Апельсины, бананы, одно киви, авокадо. И вторая у меня сумка. Здесь немного совсем инжира. Буряк, яблоки, мандарины, груши и морковка. Морковка тоже неплохая био. Один килограмм. Все это я взяла за 4 франка. Такая у меня сегодня была корзина. Плюс меня напрягает, что Аби очень реагирует на эти все походы там, кто там ходит. Там как бы происходит какое-то движение, то они перфоратор носят, что-то там пытаются открыть, вскрыть, то еще что-то. И мне это все слышно. И уже не спасает то, что получается, мы закрываем двери входные в подъезд. Получается, вход зайти можно с той стороны спокойно. Ну, теперь я уже точно открытую квартиру оставлять не буду, потому что одно время я просто оставляла открытую квартиру и шла гуляла с Аби. Или ключ в замке оставляла, или уже больше я так делать не буду. Уже я что-то перестала доверять этим всем нашим соседям. Не очень эта ситуация. Всем спасибо за ваши просмотры. Буду очень рада вашим лайкам, вашим сообщениям, комментариям. Всем пока-пока, до новых встреч. На работе у нас обед. Кстати, по поводу вот этого поросенка. Там еще были курица и птица запеченная. Оказывается, это все было организовано сотрудницей, которая проработала у нас 20 лет. Она доработала последние два месяца и все, уволилась. Нашла она себе работу, которая идет со ставкой, с оплачиваемым отпуском. И она сама с Португалии. И получается, просто в благодарность заказала с ресторана португальского вот этого поросенка и птицу. Ну, птицу я попробовала, поросенок, честно говоря, мне очень жалко его было. Вот это я такое не ем, не могу. Не знаю. Как пошутила Наташа моя с работы, сказала, ты не ешь своих пациентов. Не знаю. Не знаю, не могу я. Когда на столе лежит целый труп запеченный. Такое я не могу. У меня именно такая ассоциация. И мы в ответ до этого тоже ей сделали подарок. Каждый по желанию, сколько хотел, сдавал деньги. И плюс руководство от себя делало подарки. Очень хорошие там были подарки. Часть снималась на видео, часть не снималась. Не знаю, вставлю я ли в это видео то, как прощались с ней. Ну, вот так вот это все было. Возможно, какой-то отрывок вставлю. Очень хорошие были подарки. И часы были. Тесот швейцарские. И сумка очень хорошего качества. Большая. И к ней клатч шел маленькая. И чашка для новой работы. И там, короче, очень много было подарков. Просто на память. Так как человек проработал там 20 лет. Вот так вот. Здесь не меж的тенков. И вот так вот. Так вот вот. И вот.